Дорожный делениятор появился на улице Советской Армии от Карла Маркса до Антонова Овсеенко. Инициаторами барьера посередине дороги по сплошной разделительной полосе выступили Департамент транспорта городской администрации и ГИБДД. Напомним, улица Советской Армии в 22-м году была отремонтирована по нацпроекту безопасной качественной дороги. На двух участках, от улицы Промышленности до Антонова Овсеенко и от Новосадовой до первой насосно-фильтрационной станции. Обновили верхний слой покрытия, нанесли разметку. В этом году улицу Советской Армии модернизировали деленияторами. Администрация Самары реализовала новый проект по безопасности дорожного движения. На это мероприятие предусмотрен проект безопасной качественной дороги. Это мероприятие направлено на повышение безопасности дорожного движения, а именно устранение причин возникновения ДТП в местах концентрации. По итогам проводимого анализа аварийности за 2022 год было установлено, что на участке улицы Советской Армии в районе дома 146 выявлено место концентрации дорожно-транспортного происшествия. На данном участке произошло три вида дорожно-транспортных происшествий. При изучении механики совершения данных дорожно-транспортных происшествий было установлено, что они возникли из-за выезда транспортных средств на полосу, предназначенную встречного движения, а также при совершении маневра левого поворота водителями, выезжающими с проулка, прилегающего к территории планового университета. В данных дорожно-транспортных происшествий, смертей не зарегистрировано, были получены ранения различной степени тяжести у участников дорожного движения. Чтобы аварии на этом участке дороги прекратились, панацеей стал специальный барьер из резиновых столбиков высотой 1 метр. Длина преграды 320 метров. Она появилась в первых числах августа. В качестве мер произвращения разворотов есть несколько вариантов. Это установка барьерных ограждений дорожных, тросовых ограждений и, как мы сделали, это так называемый дельнеатор. Дельнеаторы являются наиболее мягкой мерой. Они минимально сужают проезжую часть существующей, так как при устанавливании как ограждений тросовых, так и дорожных необходимо внесение дополнительного разметки 1.2. Это практически съедает метр проезжей части уже существующей. Поэтому совместно с ГИБДД и Депутатом Странспорт принято решение о установке дельнеаторов. На территории города Самары это первый опыт. Это инновационная технология. Данное устройство не позволяет водителям осуществлять левый поворот и нарушать требования разметки 1.3. Данная мера, по мнению госавтоинспекции, будет нацелена на снижение рисков возникновения дорожных транспортных происшествий, а также тяжестей и последствий. Это обеспечивает безопасность как водителям, так и их пассажирам при езде под данную улицу. Данные столбики, да, они устанавливаются на ленту. Там вот можно видеть желтая лента, она прикручивается к асфальт-бетону покрытия на дюбеля и потом уже ворачиваются данные столбики, которые, если необходимо, будут потом поменять в случае, если их будут портить. Специалисты рассказали, если дельнеаторы будут повреждаться, то их заменят за счет виновников ДТП. Пока это городская новинка. В будущем, если данная мера безопасности дорожного движения в Самаре будет эффективной, то, безусловно, дельнеаторы установят и на других аварийных участках дорог. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, Петр Пламеев, Николай Сидоров. События.